Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет, Аддита из Канады! Сегодня с вами поговорим о очень насущной и больной теме. Эта тема называется «Телесные колготки». Вы, наверное, думали, да, что такое будет сейчас серьезное. Нет, не будет сейчас серьезное. Это будет немножко такое шуточное видео, но не совсем серьезное. О том, как нам насаждают какие-то понятия о трендах, антитрендах. В общем, это вообще тема для отдельного видео, тренды, антитренды. Любой стилист в Ютьюбе выпускает 4 раза в год, по-моему, при начале каждого сезона выпускает видео. Тренды, антитренды. Это носить, это не носить. У них, как правило, значит, вот она сидит. У нее, с одной стороны, картинка одна, с другой стороны, у нее картинка другая. Это не носить, это носить, или наоборот, это носить себя не носить. В зависимости от того, как они располагают эти картинки по отношению к себе. А как правило, почему-то, я вообще смотрела раньше с интересом, потом я поняла, что эти тренды, антитренды, это уже вещи, которые, ну, все давно знают. Уже никто это давно не носит. И они, значит, по-прежнему, ну, говорится о чем-то надо, и они по-прежнему, значит, рассказывают, вы не носите то, не носите сё. Вообще, по-моему, сейчас время того, что носить можно всё, и вообще никто никому не должен указывать, что носить. Да если вам нравится носить, носите. Я не знаю, там, что у нас прокляли стилисты. Меховые жилеты. Ну, я, например, люблю, у меня полный шкаф меховых жилетов. Потому что когда-то они при лучшем моде, я купила много разных цветов на разные случаи жизни, и они вышли из моды. Какое несчастье. Но я до сих пор их ношу, потому что мне это нравится. Вот. А теперь, а сегодня про колготки, про телесные колготки. Значит, я вам сейчас скажу моё отношение к телесным колготкам. Я ношу телесные колготки. Вы представляете? Это просто я, это конфессия. Я просто вообще вам подаю самую страшную тайну и секрет вообще на ютюбе. Можно сказать, выхожу из шкафа, что называется. Я ношу телесные колготки, которые прокляли все стилисты. Их прокляли давно. Их проклинают в каждом видео о трендах и анти-трендах. И я вам сейчас скажу почему. Значит, я не вижу ничего ужасного в телесных колготках. Я вообще не понимаю, почему они так к ним прицепились, к этим телесным колготкам. Чем они хуже черных колгот других, и вообще всех остальных других колготок. Почему-то можно носить цветные, белые, розовые, зеленые, в горошек цветочек. Это все ок. А телесные колготы – это просто преступление против человечества, если вы их на себя надеваете. Значит, посмотревши несколько видео про тренды, вот даже последние, там, последние весны, я не знаю, я уже не помню каких стилистов ютюбных. А я, значит, с удивлением обнаружила, не только видели, кстати, в Инстаграме тоже. Я читала там посты разных девочек, и они все пишут «Боже, вас упаси надеть телесные колготки! Боже, вас упаси!». И в качестве картинки и примера вот этих вот телесных колготок они приводят, значит, фотографию, которая, ну, наверное, действительно из какого-нибудь веб-сайта, где там продают какую-то одежду. Фотографии, ну, наверное, лет 10 уже, значит, на фотографии девушка стоит в... Ой, даже, наверное, лет 20 этой фотографии, значит, обязательно она стоит в таких туфлях на такой большой платформе, на огромной каблуке. Вот туфли, которые действительно сейчас уже как бы вышли из моды, и она стоит в таких телесных колготках, которые, во-первых, намного темнее цвета ее кожи, то есть, такой загар придает ноге такой, знаете, такой хороший сочинский такой загар. И при этом эти колготки такой с лайкрой, они блестят, они переливаются всеми цветами радуги, там вообще на них... Какого, чего только нету на этих колготках, ну, то есть, вот эти вот, помните, когда-то были действительно лайкровые, блестящие телесные колготки. Честно говоря, я помню с начала 2000-х, по-моему, то есть, хороших 20 лет назад, это действительно было как бы в моде, вот так вот, все вот в таких вот этих темных колготках, не телесных, а именно колготках цвета загара. С блеском, с лайкрой, с таким блеском, с таким, знаете, хорошим таким блеском их все носили. Но, боже мой, прошло уже 20 лет с тех пор, и в какой-то момент все решили, что это некрасиво, что это антитренд, давайте их сожгем, эти колготки. И действительно, они как-то все сожгли, наверное. Но они исчезли, они исчезли из продажи, они исчезли из магазинов, они исчезли с улиц, их никто не носит. Я очень много, очень много лет не видела ни одного человека, ни в кино, ни в ютюбе, нигде, ни в интернете, ни в инстаграме, ни на улицах, самое главное. Я не видела женщин, девушек в колготках вот такого типа, с очень сильным цветом загара и очень сильным блеском. Больше того, таких колготок сейчас не купить в магазине. Ну, я не знаю, у нас, в Канаде, ну, я не знаю, может быть, где-то можно. Ну, где? Напишите мне, если где-то еще продаются такие колготки. Если вы придетесь в магазин, вот, и вы хотите купить колготы, то вы, есть черные, там, такие-сякие, есть бежевые, не прям, так называется цвет ньют, это, значит, ну, вот, голого тела, не в ньют. И если вы очень-очень-очень захотите купить очень колготки цвета загара с лайк или с блеском, то вам, наверное, на ebay надо, там, может, какие-то залежи у кого-то в запасах, может быть, сохранились, и люди их продают как какой-то раритет и винтаж. Поэтому я не знаю, где все эти стилисты видят этих женщин в этих лайкровых блестящих колготках. Просто не знаю, потому что их в магазинах-то нет, ну, где их люди-то находят, откуда на улицах они могут быть, если в магазине они не продаются. Но наши стилисты продолжают гнуть свою палку, что ни в коем случае, ни в коем случае нельзя носить бежевые колготы, нельзя носить телесные колготы. Когда их спрашиваешь, почему, они отвечают, что потому что вот этот блеск, этот лайк, этот цвет загара уже не в моде. И когда, значит, начинаешь... А я правда, что я писала в комментариях у некоторых, я писала, что о чем вы вообще говорите, таких колгот уже давно не в продаже. Колготы, которые сейчас есть телесного цвета в продаже, во-первых, они продаются, там у них есть, я не знаю, 20 оттенков, ну, 10, это точно совершенно, вы совершенно можете подобрать его по оттенку своей кожи, то есть он будет точно такого же цвета, как ваша кожа. И вы вообще их не увидите на ноге, потому что они тончайшие, они есть 10 деним, есть 20 деним, нет, 20, наверное, толстоватые, вот есть 10 и 15 деним, это, по-моему, очень тонкие, тончайшие такие колготки. Ну да, они рвутся сразу, с ними, в общем, один раз одел и выбрасывали, но это другой вопрос, да? Но вопрос в том, что они настолько тонкие и они настолько под цвет кожи можно подобрать, что вы вообще их не увидите на ноге. Вот человек пройдет мимо, вы даже не поймете, что она в колготках одета, да? Зачем тогда носить колготки, спросите? Я вам отвечу. Во-первых, холодно, ну вот просто тупо холодно, и действительно иногда вот осенью, весной, до ранним летом, когда еще не очень жарко, вот без, если вы надеваете что-то на себя без колгот, вот просто холодно, если в платье, да? Не всегда можно, я не согласна с постулатом, что всегда можно надевать черные колготки, они всегда совсем хороши. Не всегда, со светлой одеждой, со светлой обувью, есть очень много, вот на мой взгляд, у меня, в всяком случае в шкафу, есть очень много одежды, с которыми я просто не могу надеть черные колготки, это выглядит некрасиво, это действительно выглядит безвкусно. И опять же, стилисты советуют в этом случае, если у вас, допустим, там розовое платье и розовые туфли, надейте розовые колготки, вот это советы стилистов. Я себе представляю женщину, 50 плюс лет, в розовом платье, в розовых колготках, я уже не хочу говорить о том, что все оттенки колготок, розовые, белые, светло-голубые, светло-серые, они страшно увеличивают вашу ногу, ужасно увеличивают вашу ногу. И ваша нога из тонкой, изящной, превращается в такое, знаете, такое слоновое копытце просто, просто-напросто, до еще розового цвета. Поэтому, поэтому для меня этот совет совершенно неприемлем, но я вообще, поэтому я считаю, что есть очень много вариантов, когда вы просто не обойдетесь без колгот телесного цвета. Еще раз повторюсь, во-первых, холодно, во-вторых, есть очень много одежды, которые просто черные колготки надеть некрасиво, ну вот просто некрасиво, не идут. И почему я должна себя ограничивать и не носить какую-то одежду, например, весной или осенью, когда еще прохладно, я могу надеть эту одежду с телесными колготами, но это, боже упаси, это запрет стилистов. Нельзя надевать телесные колготы в женщинам определенного возраста, значит, когда нога под ней уже не идеальная, грустные колени, какие-то возрастные изменения, там, цвет кожи, какие-то возрастные пятна, ну вот на коже, какие-то там... Ну, девочки, моего возраста, вы знаете, о чем я говорю, правильно? Давайте не будем углубляться в такие некрасивые, неприятные подробности. Ну, вы прекрасно знаете, что голая нога от женщины возраста 50+, она уже не так очаровательна и мила, как голая ножка девушки 20-летней. Но колготки вот каким-то волшебным образом, даже если они вашего же цвета, телесного цвета, ну, белой кожи, не белой колготки, а цвета светлой кожи, они все это каким-то образом умудряются как-то, знаете, нивелировать. Вот не очень видны грустные колени, не очень видны какие-то возрастные пигментации пятна на ногах или какие-то там прощебольки, там, я не знаю, что у кого. Поэтому колготы все равно как бы делают вашу ножку более такой какой-то собранной. Вот колготы собирают все вот это вот ненужное, какой-то целлюлит на ноге прикрывают немножко, даже если это прозрачные очень колготы и даже если они цвета вашей кожи. Можно немножко цветом колгот, можно немножко корректировать цвет ноги, как бы цвет кожи. Если вы очень-очень белокожие, и вам это очень-очень не нравится, вы можете купить колготы на тон темнее. Это не будет выглядеть ужасным диссонансом, но это будет выглядеть немножко красивее на вашей ноге. Плюс ко всему, я же говорю, это все как-то собирается, и как-то так скрадываются какие-то недостатки, кроме всего прочего. Давайте вспомним о том, что очень многие колготки обладают утягивающим эффектом, и вы когда их надеваете на себя, то вас не только там, где ногу видно, а там, где не видно ни ногу, а все остальное ваше тело, оно тоже как-то в эти колготки собирается, и лишнюю ненужную кожу можно как-то утянуть немножко этими колготками. Ну так собрать, даже не то, что утянуть, а из много-много складок у вас будет такой один, знаете, гладенький, ровненький силуэт. Да, есть автозагары. Я сама пользуюсь летом автозагаром, но летом, когда тепло, да, когда тепло. И опять же, автозагар дает свет, он не дает, автозагар не дает эффекта, вот знаете, когда вы одеваете колготку, и вы так вся в нее так собираетесь. Ноги и все остальное. Но, конечно, летом, да, можно пользоваться автозагаром, и у вас цвет ноги будет получше, и как-то... Вообще, я хочу сказать, что когда нога более загорелая, то она выглядит как-то потоньше, постройнее, поизящнее. Вот это вот факт, вот удивительное дело, но факт. А очень белые такие ноги, очень белые, они как-то выглядят немножко полнее, больше. Это очень спорный вопрос, это абсолютно кому как нравится. Повторюсь, потому что есть очень много женщин, которые совершенно спокойно носят гордо, так сказать, свою белую кожу, абсолютно не парятся по этому поводу, и их все устраивает. И прекрасно. Если вас не устраивает, что у вас очень белая кожа, вы можете воспользоваться автозагаром или вот колготами, когда холодно. Поэтому я хочу вот все сказать, что никого не слушайте, девочки. Носите то, что вам нравится. Я уверена, что большинство из вас уже давно не носят вот эти вот колготки полупупуазного цвета с лайкрой, потому что их просто в магазинах уже нет продажи. Я уверена, что у вас уже совершенно у всех нормальные, тонкие 10 деним колготки под цвет вашей кожи или, может быть, на том темнее, но очень близко к вашей коже. И когда стилисты вам говорят в топку, в топку эти колготы, эти телесного цвета колготы, прокляну, лишу нас леса, никогда в жизни не носите эти колготки, никого не слушайте. Носите то, что вам нравится и то, что вам удобно, приятно и то, в чем вы себя чувствуете комфортно. Я вам даже больше скажу. Если вам нравится носить колготки с лайкрой, носите колготки с лайкрой и никого не слушайте, потому что каждый человек индивидуален. Вы знаете, есть такие женщины, которые одеты в абсолютный антитренд, но они прекрасно выглядят. И даже те же туфли вот эти вот с платформой и с большим каблуком, такие копыта, знаете, вот конская копытца такая, тоже, которую прокляли все стилисты, и которые действительно вышли из моды какое-то время назад. Но есть женщины, которые ходят в этих туфлях. Выглядят великолепно, выглядят современно, выглядят актуально. Потому что, ну вот я не знаю, есть люди, которые не парятся, может быть, по поводу того, что они как-то не так одеты, или уверенные в себе, несущие себя вот так вот, знаете, по жизни я лучше всех, и все, что на мне надето, это самый последний тренд, и я служить никого не хочу и знать ничего не знаю. Вот так, девочки. Это к вопросу о телесных колготках и о трендах и антитрендах, о которых я, наверное, еще поговорю отдельно, на отдельном видео, потому что это такая большая, обширная тема, которая очень хорошо продается в Ютьюбе, которая прекрасно-прекрасно смотрится зрителями все ролики, где будет написано тренды и антитренды. Я вас уверяю, что у них будут великолепные просмотры. И поэтому, наверное, все стилисты снимают про это, и, наверное, поэтому они из года в год, из сезона в сезон повторяют одни и те же антитренды, которые уже так давно никто не носит. С вами была ваша Дита. Привет из Канады. Люблю, целую, увидимся в следующем видео. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok